но вот этой ошибкой киприота в первом появлении несколько затягивается тот момент когда феликс будет выходить да в крайне сложном положении оказывается киприот две неудачных попытки минасидиса зависает он на грани баранки и честно вам признаться очень волнительно мне за дмитрица поскольку не проглядываю я не просматриваю какую-то возможность взятия этого большого для дмитрица веса таблица результатов текущих видим что уже трое закончили и бенемицезер даже еще не появлялся вторая попытка урумова прибавили киприоты я так понимаю чтобы было время отдохнуть со 125 убежали в большую сторону но вероятнее всего на 126 она и правильно нужно время для того чтобы восстановиться перед очень важной попытки киприота но урумов ошибается в прошлом году урумов как я заговорил 129 показал довольно неплохие килограммы нужно отметить или и нот 24-летний румын также победитель чемпионата европы возрастной группы до 23 лет также в израиле сразу две возрастные группы я так понимаю были разыграны в ходе соревнований израильских которым мы отсылаемся очень часто в своих статистиках ну что же юна справляется с волнением не без труда что сказать но сто двадцать шесть покоряются он сосок на д ну и пока что лидер стилван гроздев те же сто двадцать шесть в прошлом году было на чемпионате европы в норвегии сто двадцать четыре шестым он оказался в рывке девятом толчке и седьмым в сумме хорошо цепка так работает болгарин помню я его по прошлогодним соревнованиям молодец добавляет растет но в таком возрасте так и нужно делать ну что же как мы можем слышать приглашается миносидиас очень важные попытки попытка ухода от нулевого результата так называемая баранка очень сильно нависшие над миносиди сама давайте пожелаем удачи 27-летним киприотто кстати говоря в прошлом году в норвегии тоже была баранка но давай не подкачай держи но почему не в самый первый раз когда вышел на помост и сделал так как ты можешь да но нужно отдать должное тренерам которые тактически очень грамотно распорядились вообще в принципе мы с вами в этой ситуации перри заявили дали отдохнуть затушили панику и как результат 126 очень легко но к сожалению больше нет попыток едем далее урумов 127 уже потяжелела штанга на килограмм и в случае успеха будет первое место молодец на этот раз хорошо и урумов не добирает прошлогоднему результату пару килограммов но ваня иванов доволен и это самое главное приготовиться из тактика молодец поборолся беков а пока что 130 заявил для второй попытки приготовить 125 килограммов феликса и на данный момент времени он находится на четвертой позиции а 128 килограммов вторая попытка атак хурсит его коллега по команде а бенеми сазар еще пока что не появлялся по-прежнему 130 заявлено бенеми молодец остановился прекратил вставание чтобы зафиксировать над головой снаряд поскольку потянуло куда-то либо вперед либо назад сейчас на боковом повторим это сможем увидеть и атак хурсит еще имеет запасе одну попытку и продолжает борьбу за самые высокие места еще раз повторюсь чемпион европы двухкратный атак хурсит заканчивая самый юный атлет стил ван гроздев болгаря ай-яй-яй-яй-яй дрогнул дрогнул хорошая высокая тяга не более того повторила лучшие свои цифры 126 было на юношескому чемпионате европы вылать а я на цинирую маня из начальника заканчивает болгарин лекс халибеков 129 со 130 чуть-чуть вниз тактически тренером виднее здесь абсолютно точно вам могу сказать находясь в комментаторской студии можно многого просто не знать что происходит там на внутренней кухне давайте пожелаем удачи держи феликс в притер в притер работает небольшие колебания в правой руке мне увиделись но надеюсь что только мне есть феликс халибеков 129 килограммов и становится лидером сегодняшних соревнований в этой весовой категории 27 лет феликсу мастер спорта международного класса выступает за москву и санкт-петербург тренируют обдул меджидов артур и макричан михаил юнут румыния очень эмоциональная попытка или и он справляется с весом сто двадцать девять килограммов и становится след за феликсом халибековым но вот по старым бы правилам а юнут обходил бы феликса халибекова поскольку он был бы легче но это нововведение как мы можем видеть очень даже интересная и в общем-то справедливая единственное а кого мы еще сегодня не видели это бенеми сезар атлет из турция 28-летний очень опытный парень последний успех на европейском помосте датирован пятнадцатым годом матч 5 европы в тбилиси 134 было в этом упражнении а по итогам соревнований был вторым но неплохо но если заглядывать в более ранее пока показатели то только что начал свое соревнование двукратный чемпион европы одиннадцатого и десятого соответственно годов и сразу же напарник по команде атак хурсит а ручки то поигрывают защитывают судья но по всей видимости только мне показалось 130 килограммов фиксирует атак хурсит нет я все таки остаюсь на свое мнение что если вот смотреть так как мы видим это на картинке то правая рука все таки поигрывала в прошлом году у хурсита было всего лишь сто двадцать шесть в этом упражнении и нужно отметить что очень неплохо в толчке атак хурсит целых сто семьдесят килограммов показал в прошлом году в норвегии а турок а я так понимаю небольшая пауза обусловлено тем что небольшую профилактическую беседу члены жюри организовали для судей для реферия взяли на контроль так скажем по всей видимости тот момент как раз таки с рукой вот но решение судей они не стали отменять итак внимание феликс халибеков заключительная попытка на сто тридцать один на ее в случае успеха гарантированно будет подиум скажу я так а какой он уж этот подиум будет посмотрим пока что феликс на первом месте ой молодца молодец настоящий боец поборолся и третья попытка она такая боевая действительно оказалось сто тридцать один килограмм феликс халибеков молодец ну что же дорогие друзья у нас остался только один спортсмен на наших экранах это бенни миссия зар и соответственно две его попытки давайте чуть-чуть посмотрим и что-нибудь скажем чуть позже тяжеленный съем но ни в коем случае не мешающий справиться с весом сто тридцать два килограмма бенни миссия зар выигрывает рывок становится чемпионом европы в этом упражнении отодвигает феликса халибекова на вторую позицию вот но также имеет еще одну попытку я думаю что вероятнее всего мы ее увидим а поскольку бень ими мягко говоря не очень хорошо себя чувствует во втором упражнении а по отношению к своему напарнику по команде уж точно вот и будет пытаться наверняка сделать отрыв перед вторым упражнением и так уже абсолютно очевидно что феликса халибекова окружают двое ребят из турции и по всей видимости беньями не заявляется на третью свою попытку да дорогие друзья а соревнования в рывке окончены и у нас небольшой перерыв совсем ненадолго возвращаемся в хорватию город сплет где нашему вниманию представлена попытка чемпиона европы пока что в рывке на сто тридцать пять килограммов бенемей сезар мастер в этой попытке будет пытаться закрепить свое лидерство да и очень хорошо это у него получилось но нужно отметить что бенемей сезар мастер все таки первого упражнения в его статистике есть очень хорошие цифры в этой весовой категории и 142 он показывал правда давненько в двенадцатом году выступал у себя дома на чемпионате европы кстати говоря вот ну в общем то теперь уже точно все рывок окончен и как мы можем понимать наступило время перерыва между упражнениями 10 минут еще раз нашему вниманию нет таким образом 135 килограммов это неплохой показатель на сегодня на 4 килограмма меньше у феликса халибекова который в общем то на наших экранах сейчас был и в разнице в один килограмм разместился на третьей позиции второй из турецких ребят это атак хурсит 130 килограммов румын 129 на четвертой позиции болгарин соответственно еще ниже 50 килограммов на прошлой европе покорились ему 170 бенеми сезар для первой попытки заказал так же как и феликс халибеков 150 так же 150 для первой попытки указаны владимиром урумовым из болгарии и силен грозди в том числе так же из болгарии ну а все остальные чуть поменьше окей 140 килограмм стоит 140 рамин шаминишвили Джорджио первое подойшение именили с пипа ну что же начинаются второе упражнение весовая категория до 62 килограммов первый соревновательный день чемпионат Европы городсплит Хорватия шаминишвили был девятым после первого упражнения и 142 изначально было заявлено но как мы можем видеть сделали небольшие корректировки тренер и появился рамин на 140 поле на 100 в на 100 в в Продолжение следует... 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 Да, очень четко, безошибочно справляется со 150 и не присоединяется к тем самым трем неудачным попыткам. Поэтому молодой парень из Болгарии пока что собирает самую лучшую сумму. По всей видимости перезаявляют в большую сторону лидер после рывка Александр Венков на наших экранах, старший тренер ЦСКА. Очень важная попытка Феликса. Нужно справляться. Держи, Феликс. Есть зачет. Ну а теперь, Феликс, все зависит только от тебя. Маловато, конечно, будут атаковать и очень много будут атаковать. Именно эту сумму, которую набирает Хальбеков, еще толком-то никто и не выходил. Напомню, что Феликс был вторым у нас в рывке. 131 килограмм. Бунями Сазар и Снэкслифта. Тем временем, Йонут также будет пытаться исправить допущенную ошибку в первой попытке. В отличие от Феликса, Йонут разместился на четвертой позиции со 129 килограммами. Но нет, нет, ошибается Йонут. На прошедшей Европе до 23 лет в Израиле в декабре месяце 16-го года у Йонута было 158. Сегодня не получается даже со 150 справиться. Хотя прошло совсем немного времени, буквально несколько месяцев. Ну что же, дорогие друзья, чемпионат Европы стартовал уже абсолютно точно. И завтра мы ожидаем сразу две женских категории. 53 и 58. Мужчины завтра отдыхают. И вот в весовой категории до 58 килограммов будут начинать бороться за самые высокие награды нашей девушки. Наталья Хлёсткина и Наталья Анастасия Иванова будут делать это завтра. Тима Туриева и Татьяна Алеева чуть позже в весовой категории до 63 килограммов. Анастасия Романова будет выступать в категории до 69 килограммов. В весовой категории до 75 килограммов будет представлять Мария Вострикова. Справляется с первой своей попыткой лидер после рывка. Бенеми Сезар. Очень непросто даются ему 151, но даются, покоряются. И он делает очень хороший отрыв от Феликса Халибекова. Плюс 4 нужно прибавлять к этому весу Феликсу, чтобы как-то пытаться обыграть Бенеми. Получается 155 килограммов. Ну посмотрим, чем черт не шутит. Итак, продолжу. Весовую категорию до 75 килограммов российскую команду на этом чемпионате Европы. Женскую команду будет представлять Мария Вострикова. До 90 килограммов новая весовая категория у девушек Диана Мстиева. И супертяжеловесы девушки Татьяна Коширина. Очень прославленная и заслуженная девушка будет брать свое очередное золото Европы. Ну а мужскую команду уже послезавтра подхватит Олег Чен. До 69 килограммов весовая категория Олега. Сергей Петров до 77 килограммов. Артем Акулов до 85 килограммов. Двое ребят будут представлять нашу страну весовой категории до 94 килограммов. Адам Малегов и Егор Климанов. Давид Беджанян до 105 килограммов. И Руслан Албегов, супертяжеловес, двукратный чемпион мира, будет завершать выступление наших ребят в супертяжелой весовой категории. Уже в субботу. Ну что же, очень важная попытка Ильи Йоната. Как мы видим, перезаявили тренеры. Уже видели мы эту уловочку от тренеров в большую сторону. Ну, дабы дать большее количество времени на восстановление своему атлету. Давайте посмотрим, помогло ли это на этот раз. Молодец, уходит от баранки. Румын. Ну, понятное дело, что недоволен. Все попытки потрачены. И всего лишь 280 килограммов. Итоговая сумма Йоната. И пока что третья сумма. Тем временем наблюдаю заявку Феликса Халибекова на 155. Тот самый показатель, который в случае успеха позволит Феликсу обойти Абенеми Сезара, лидера после рывка. Ну, что же, на этот раз у Румов безошибочно. Ну, с помарочками, но успешно. Справляется с весом 153. Смотрите, как рисковали тренеры. Рисковал сам спортсмен. Незасчитанные 150 и плюс 3 килограмма. Ну, кому как не тренером чувствовать своего спортсмена и распоряжаться такими довольно рискованными действиями. Так, ну, что же, лидер рывка Бенеми Сезар. Посмотрим, оставит ли он своими двумя оставшимися попытками хоть какую-то надежду для нас и для болельщиков российской команды. Все-таки 155 будут несколько ближе, чем 158 для Феликса Хлебекова. Хорошо наградь. Лучше, чем в предыдущий раз. Ай-яй-яй-яй-яй. Нет, ошибается Торак. Очень был блезок и 153 не покоряются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Времени уже приготовить прошло 5 лет. Так, ну что же. 17-летний парень из Болгарии, Стилван Гроздев. Неплохо на грудь. Молодец. Не без труда, но справляется. 154, если не ошибаешь, да? Да. 154 килограмма. И абсолютно очевидно, что это личный рекорд на международном помосте. 152 было в Израиле в декабре, где он был победителем юниорской Европы. И тут уже 154. И есть в запасе еще одна попытка. Феликс Халибеков. 154. Ну вот так вот, пожалуйста. Даже не пробуют Феликс атаковать 155, которые позволили бы ему обойти Абенеми Сезара в случае успеха. Но довольствуется малым. Сегодня Феликс ему виднее, тренером виднее, конечно же. Самое лучшее взятие на грудь. И... Ну почему не 155? Дорогие друзья, я не понимаю, почему. Этот килограмм он бы не почувствовался бы. Хорошая попытка в окончании выступления Феликса Халибекова. Феликса Халибекова обезопасил этой попыткой Феликс свои медальные амбиции на сегодня. Еще не совсем понятно, насколько. Но Феликс очень близок к большому подиуму. Но пока что Феликс остался на втором месте. Перед нами лидер. И почему-то мне очень хочется видеть Абенеми Сезара сейчас. Хочется, чтобы он справился с этой попыткой. Молодец, Торок. Какие-то мои душевные терзания этой попыткой снимает Абенеми Сезар. В отношении Феликса Халибекова, конечно же, очень заслуженно. Вот смотрите, центральный судья не считает. Но большинством все-таки результат этого выхода на помост является положительным. Этот парень точно на подиуме. Осталось дождаться только коллегу по цеху. А так, Хурсит по-прежнему заявляет 160 килограммов. И, видится мне, нужно прибавлять будет Хурситу 5 килограммов. А к 154 маи ожидаемое появление Хурсита на 159. Таким образом, сразу в первые же попытки Хурсит, я уверен, будет закрывать вопрос о золоте этого чемпионата Европы. И надо уже будет ему становиться трехкратным чемпионом Европы. У Халибекова 285 сумма. Пока что на второй позиции Сезар, который также закончил, как и Халибеков. Сумма 289. Йонут 285. Третья позиция пока что. У Румов те же 280. А, но есть еще одна попытка в запасе. Но пока что я не сильно вижу, кто может Халибекова задеть каким-то мощным выходом в толчке. Ух, как тяжело. Дмитрий 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 Миносидиас, киприот 27-летний. Набирает сумму 283 килограмма на 2 килограмма меньше, чем Феликс. И имеет в запасе еще одну попытку. Вот, пожалуй, тот самый человек, кто может очень помешать Феликсу сегодня быть на самом главном награждении. Награждение суммы. Но для этого Миносидису нужно будет, конечно же, толкнуть еще большие килограммы. Заканчивает самый молодой участник сегодняшнего старта Селин Гроздев. 157 на штанге. И в случае успеха третья сумма и личный рекорд. Вы знаете, так же, как и в рывке, да, видим мы тягу. Молодой парень не обтерт еще международными стартами. Сегодня помост пока что сильно давит. Международный помост на психику этого молодого, вроде бы сильного, но на голову неокрепшего парня. Еще раз повторюсь, 17 лет. И в заключительной попытке, что в рывке, что и в толчке, мы видим тяга. Конечно же, является свидетельством некой проблемы психологического характера. Уромов. Ах. Мазанол. Уромов остается на 5-й позиции. Ну что же, дорогие друзья, пока что во втором упражнении мы не видели одного человека. А так хурсит. В общем-то, вот он и выходит на помост. И в случае успеха Сразу заберет золото чемпионаты Европы. Очень легкое взятие на грудь. Да, этот парень знает, как нужно выигрывать на чемпионатах Европы. Очень хорошо. А так хурсит. Становится трехкратным чемпионом Европы. Прошу прощения, двухкратно. Я извиняюсь. Ну что еще сказать. На Олимпиаде в Лондоне, уже далекой, теперь был он пятым, а 172, кстати говоря, толкал тогда. Человек, который может обойти Феликса Халибекова на наших экранах, киприот Миносидис. Давайте посмотрим. Ай-яй-яй, как тяжело. Ух, ну если бы толкнул, очень сильно удивил. Тяжеленное вставание, конечно же. И так уже сделал невозможное. Киприот, Димитрис Миносидис. Сумма осталась прежняя. 283 килограмма. И расположился с этой суммой Миносидис на четвертой позиции вслед за Феликсом Халибековым. И не получилась атака. Попытка залезть на большой позиум у киприота закончил на сегодня. Но таким образом мы поздравляем Феликса Халибекова с четвертым местом в толчке. Но с третьей суммой сегодняшнего дня, та самая сумма 285 килограммов, осталась нетронутой. Никто не смог обойти Феликса. Расположился вслед он за победителем рывка Бенними Сезаром. У того 289 и 290 килограммов у атака Хурсита, который пытается улучшить свой результат. Но не получается это сделать. 165 вес штанги. Уже чемпион Европы этого года. Атака Хурсит хочет в приподнятом настроении закончить сегодняшнее выступление. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И как мы можем видеть, 170 килограммов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну до рекордов ему точно далеко. Аккуратно парень. Разошелся-то под вечер как. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Диме Сезар Диме Сезар Диме Сезар Диме Сезар Вот так вот бывает А итоговая сумма у него вторая Чемпион Европы Второй год подряд Становится Атаку Урсит Диме Сезар Второе место Феликс Халибеков Поздравляем Заслуженная бронза 285 Неплохая сумма. Неплохо.